Щитомордник – небольшое ядовитое присмыкающееся. В длину его тело, учитывая хвост, крайне редко перерастает 85 см. Верхняя часть туловища окрашена в темно-бурый цвет, разбиваемый светлыми полосами, отдаленно напоминающими зигзаги. Брюхо – самая светлая часть тела. Голова крупная. Если смотреть на нее сверху, она кажется несколько приплюснутой. На верхней части морды расположены щитки. Именно из-за них змея и получила свое наименование – щитомордник обыкновенный. Места обитания. Щитомордник имеет достаточно широкий ареал проживания. Змея обитает на далеком Кавказе, в загадочной Монголии, на севере Ирана. Ее видели в средней части Азии, а также в Корее и Китае. В России обыкновенный щитомордник в большом количестве обитает на Нижнем Поволжье, вплоть до границ Дальнего Востока. Точечная среда проживания пресмыкающегося весьма разнообразна. Этот вид позвоночных нельзя назвать стопроцентно степным или только горным. Он не обитает исключительно в лесах. Щитомордник в равной степени встречается как в зеленых массивах, так и на просторах бескрайних степей, в полупустынях. Пресмыкающаяся живет в регионах, богатых болотами, а также на лугах вблизи красивых Альп. Оно питает слабость к речным берегам. Если рассматривать горы, то там щитомордника можно встретить на высоте до 3000 метров. Чем питается змея? С приближением ночи щитомордник обыкновенный выбирается из убежища и приступает к поиску добычи. Эти змеи употребляют в пищу всех зверей, которых способны победить и проглотить. Значительную часть их рациона занимают различные грызуны, полевые мыши, землеройки и прочие. Довольно часто присмыкающаяся разоряет гнездо небольших пташек, строящих дома на земле или невысоко от нее. Щитомордник заглатывает как саму птицу, так и яйца с птенцами. Помимо этого, он вылавливает ящериц, лягушек или жаб. Нападение на змей, имеющих меньший размер, для щитомордника привычное дело. Новорожденные особи питаются насекомыми. Щитомордник обыкновенный является ядовитой змеей. Его яд по своему воздействию на организм напоминает укус гадюки. В первую очередь, отрава влияет на состояние крови. Однако в составляющих компонентах яда находятся нейротоксины. Они оказывают прямое негативное воздействие на состояние нервной системы, а еще вызывают паралич дыхательной системы. Для человека укус щитомордника в большинстве случаев не является смертельным. Но инциденты с летальным исходом все же были зафиксированы. Яд этой змеи представляет опасность для людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей.